Друзья, всем доброе утро! Начинаем новый влог. Добро пожаловать на наш канал! Сегодня у нас суббота. У Тимки сегодня занятия в школе отменились, так как там будут экзамены, поэтому нам написали, что занятия отменяются. У малышей карандашей. Мы уже все умылись, переоделись. Точнее дети, я еще в халате. Поставила нам пиццу на завтрак. Поставила 2 аж, потому что у нас ни кусочка хлеба, тостов нет. В общем, все позаканчивалось. И сегодня планируем съездить на закупку. Да, Амина? Амина уже села и ждет пиццу. Кушать хотят, да? Да, еще чуть-чуть, доча? Пицца приготовится, будем кушать. Вот Тимка. В общем, я снимаю на новую камеру, тестирую. Вчера целый день с ней. Провозилась, тестировала, включала, выключала. Что такое, доча? А где там и тут? Так, Тима, ну-ка дай вилку. Это не игрушка, она видит и тоже хочет. Так, еще нечего кушать. А может, это? Не лист. Нету там ничего, доча. Вот, и такое у нас бывает. Ой, Амина, Амина. А что такое? Амина. Амина. Бух. Ты все сразу кидаешь? Злишься? Психуешь? Пьют водичку. Я, кстати, хочу тоже выпить свой драйн. Поэтому наливаю теплую водичку и буду пить вот такой оттенел. Тренирующий напиток выводит лишнюю жидкость из организма. В общем, помогает справляться с отеками очень-очень даже хорошо. Я сразу выпиваю два стика с утра и отлично. Как раз за полчаса до завтрака прекрасно работает. Что? Что она там? Балует? Ой, надо супельки вытерть. В общем, засопливили. Маминка засопливила у меня. Да и я как будто простываю, знаете. Доча, давай, мама, вытери. Ну ты че? Вот. Такое ощущение, как будто у меня наступает простуда. Не знаю, кто дверь закрыл темой. Молодец. Хорошо, Амина, носик свой чистит, да? Да, молодец. Куда собралась? Пойдешь туда играться? Доча, еще чуть-чуть. Еще шесть минуток, можно будет пиццу доставать. Да, надо ждать. Ждем. Ждем. Что там? Часы у кого-то? Все, вылазишь? Вылазишь? Что? Ждем пиццу. Так, Тима, тихо, пожалуйста. Просто хватит мне баловаться. Кричать? Это не надо мне. Пицца еще не готова. Я скажу, когда будет готова, не переживай. Я обязательно скажу. Так что у нас будет пицца на завтрак. Ну, может быть, думаю, пожарить все-таки яичницу, потому что есть и лучок, помидорка одна, яйца есть, конечно же. Так что все позаканчивалось, нужно ехать в магазин на закупку. В прошлый раз закупались, ничего такого, не покупали картошку, лук, морковка и была. Сейчас уже все позаканчивалось. Так, все, мешаем. Вот такой вот у меня напиток. Все, доча, вылазить будешь? Надо ждать еще, ждать. Еще не готова. Терпения нет. Правда психует, все кидает. Ну, что там? Терпения нет. Ой, а кто плачет? Дать? На. А зачем кидаешь тогда? Весело в общем. Вроде вы спались. Нет, это Тимина. Вот твоя бутылочка, там тиняя. Вот такое бывает тоже. Наш завтрак готов. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Детки уже вон полпиццы слопали. Яблочко, смотри, у меня. Я не куплюсь, мам. Яблочко, банан, доча. Ну ладно, петух. Кукаряков. Петух. Это курица. Куречка. Смотри, цыплята и яичко. Листенья пильдя. Ты чё, отчаяния? Ну что, мы уже собрались в пути. Едем на закупку в магазин Lidl. Детки вон. Взяла камеру. В общем, тестирую ее впервые на улице. Ну, прикольно. На улице погода такая хорошая. Ну, как хорошее. Солнечное. У нас очень солнечно, но так морозно. Вот, думаю, может к обеду распогодится, потеплеет. Детки там. Вот, немножко подкупимся и потом покажем, поделимся, что мы сегодня купили. Амина. Иди, мой сладкий. Как это все? Надо еще привыкать. Вот она, малыш мой. Амина. Все, варь. Пойдем. Ну что, друзья, мы закупились, вернулись домой. Я все быстренько разложила. И сейчас быстренько пробегусь, поделюсь, что мы сегодня купили. Так сказать, у нас была закупка на неделю. Ну, плюс-минус мы еще потом будем кое-что докупать. Но в основном вот. Взяли картошку у нас закончилось, лук, такое основное. И взяла в этот раз еще красный лук. Он не такой злой, вкусненький, поэтому будем кушать. Молока. Две упаковочки. Тинка взял вот такие два яйца. Это как пудинг с сюрпризом внутри. Чинячего патруля. Ну, там либо какая-то фигурка, либо браслетик. Также взял киндер-сюрприз. Здесь три штучки. Взяла кислую капусту. Азамат вот такую любит. Поэтому иногда мы даже очень в охотку. Аминки докупила вот такую тарелочку. Знаете, иногда, что ничего нет. Ребенка быстренько покормить очень удобно. И она вот любит здесь макарошки с рыбкой и с овощами. Очень даже вкусненько. Это яйца. Подсолнечное масло. Хлеб. Тосты. У нас все позаканчивалось. Не хлеба, а не тостов. Вот. Взяла фольфон и обычный. Кофе закончилось. Вот такие две баночки сушеного укропа. Это маме мама попросила. Потому что у меня еще есть. Мне не надо. Так. Сметанка. Здесь тунец. Две баночки в масле. Абрикосовое варенье. Что-то иногда к чаю хочется. Вот взяли варенье. Огурцы. Здесь микс орешков с клюквой сушеной. Это филе сельди. Такое обычно беру. Нравится нам. Это томатная паста. Макароны. Взяли вот такую лапшу. Плоскую. Сегодня планирую приготовить лагман. Поэтому буду использовать вот эту лапшу. Нам очень она нравится. И также макарошки. Давайте здесь. Кашкабал сыр. Это сулугуни. Я так думаю, что это как сулугуни, да? Взяла две упаковки. Одну маме, одну себе. И у кого есть приложение, как я понимаю, на этой неделе была скидка. Так он обычно стоит 4,99. А с приложением 3,99. Так. Здесь готовая уже свекла. Все вареное. Все очень удобно. Так. Это макароны показала. Огурец. Морковка закончилась. Брокколи взяла две головки. Буду отваривать. И детям мы себе, в общем, будем кушать. Ну и добавлю в лагман. Знаете, красиво будет выглядеть. Апексины, бананы, яблоки. Стандартный набор фруктов таких. Помидорки. Помидоры черри. Болгарский перец. Светофор такой разноцветный. Тимка увидел клубнику. Говорит, мама, давай возьмем. Взяли две упаковочки. И также две упаковки малины. Авокадо. Так, здесь у нас, ну, колбасы. Такую мы любим на горячие бутерброды. Сосиски, с ойолями. В общем, стандартный набор, что обычно мы едим, то и взяли. Чтобы у нас быстро это заканчивается. Сыр. Вот такой Тимка любит с этими. Тильситер с дырочками. Вот он выбрал. Ему нравится. Такую рыбку красную. Это мы взяли в Росмане. Амини смесь. Ну, по типу молочный напиток. Так. Это в Росмане. И вот такие кукурузные шарики. Уже открытая пачка, потому что Амини, ну, да, не ель. Было не в терпешь. Так. Здесь у нас мясо. Это куриное филе килограмм. Также килограмм ножки. И здесь эти окорочка. В упаковке 2 килограмма. Все за 7,99. Так. Пакетики для мусора. Также взяли эти таблетки для посудомойки. Здесь 115 капсул. И взяла, наконец-то я наткнулась на средства для очистки посудомойки. Я ведь давно хочу почистить и все никак не куплю. А тут увидела, думаю, надо взять, пока не забыла. Это все остальное уже покупки с Росмана. Тимка взял вот такие 2 сока. Сейчас мы стараемся в упаковках этот сок не брать. Мне кажется, что у Тимки раздражение на этот сок. Вот. Поэтому пока мы наблюдаем. Вот. Ну, 2, думаю, ладно, пусть возьмут. Иногда хочется что-то. Так что у меня это мюсли. Решила попробовать вот такие мюсли. Может, детки захотят здесь с фруктами всякими, семечками. Поэтому, да, будем пробовать. Также взяли для ухода за зубами зубную пасту. Решили заменить всем зубные щетки. Ну, то, что мы делаем регулярно, да, меняем. Ну, вот, прошло время. А Минки взяла вот такую. Здесь идет сразу с тюбиком пасты от 0 до 2. Вот. У них одной фирмы от Эльмекс. И вот Тимки. Просто возраст разный. Так. Это нам зубные щетки в средней жесткости. Ну, мы обычно такие берем. Так что-то у меня там они не поделили от доктора Бест. Фруктовые пюрешки. Было 4. Аминку уже один слопала. Так. Ну, здесь присыпка, пудра. В каждую комнату Тимки, Аминки. Азамат взял себе вот такое мыло, как гель для душа, да, но в форме мыла. Будет пробовать, посмотрим. Я решила попробовать шампунь и кондиционер от Элла. Сестренка я попробовала, рекомендует. Я думаю, я тоже попробую. Там было 2 серии, зелененький и розовый. Решила взять розовый для поврежденных, таких вот уставших волос, так скажем. А зеленая серия, она для нормальных, ну, от нормальных до сухих. Ну, у меня, как бы, можно сказать, больше поврежденные. Ну, и сухие, и все. Ну, я думаю, что это мне тоже поможет. В общем, буду пробовать, тестировать. Так, Азамат взял здесь крем. Как я понимаю, это что? Да, это, наверное, крем такой. И еще крем. Так, я не знаю, что это. Да, это, скорее всего, крем. Шампунь он взял. Head & Shoulders, ему нравится. Мы, конечно, стараемся менять шампунь. То такой-то заказываем. От Виши вот у нас был, был. До этого отвел. Ну, в общем, стараемся разными шампунями пользоваться, чтобы не было привыкания, да. И я взяла себе гель для душа, вот такой от Невея, лимонграсс. В общем, мне очень нравится свежесть. Так пахнет этим лаймом. Короче, приятный запах. И вот, собственно, вот такая была у нас закупка. Это можно сказать, что мы закупились плюс-минус на неделю. Ну, там будем хлеб где-то докупать, может быть, яйца, молоко. Может, что-то еще из мяса докупим, рыбу. Ну, а так в целом, думаю, что там нам хватит. Плюс-минус на неделю нам хватит, да. Ну, и овощи, фрукты. Ну, то, что быстро заканчивается. В общем, да, сейчас все быстренько разложу по местам и приступлю к готовке обеда. Потому что мы жутко голодные, надо нам что-то будет, наверное, перекусить, а потом уже буду готовить обед. Ну, все. До скорого включения. Пришло время попить чаек. Вы когда-нибудь видели чай вот в таких вот капсулах? Это чай от НЛ, так называемый белый чай. Упаковку я уже, правда, выбросила. Вот у меня осталось сколько? Шесть капсул. Вот. Тоже типа чай, который предотвращает аппетит. Ну, вот такое, знаете, типа для похудения. Ну, но вкус такой приятненький. Мне нравится. Так вот его хоп. Оп. И все. И он открылся. Вот такое я вот пью. Пишите, кто-нибудь пил такой чаек. Ну, мне нравится по вкусу, как он. Вкусненький. Вот так. И наливаем горячий. Хочу горячий чаечек. Вот. И буду приступать к готовке. На улице у нас солнечно. Но так вот прям освежающе. Ой. Ну, он очень-очень такой ароматный. Пахнет так вкусненько. Какой-то запах жвачки. Ой, мне нравится. Вот. Приятного мне чаепития. И вам, кто пьет чаек, кофеек. Побольше. Может быть, может быть, может быть, может быть. Вот сегодня я кофе не пила. Вчера я пила кофе у мамы. Позавчера так его и не пила. И, кстати, мне как-то не особо прям вот уж, чтобы тянуть не тянет. Буду чаек и орешки. Вот такой у меня будет чаепития. Ну, что, красотка, ты тут делаешь? Пока я готовлю. Ой, носок уже сняла. Что, хочешь посмотреть? Ну, посмотри. Да, портфель там лежит. Что там? Давай, иди, доча. Покажи, какой у тебя портфель. Иди, иди туда. Ой, му-мой, красивый. Да не видно тебя, доча. Да, не видно. Вот сюда встань. Мама тебя поснимает. Повернись. Одела рюкзачок и ходит, да? Да. Красивая. Но все дела. Вот сегодня она в обед у нас не спала. Можно так сказать нормально. В машине немножко подремала, пока мы ехали. Да, доча? В магазин. Да? И все. Потом я ее пыталась уложить, она уже не захотела. Ну, да ладно. Где носочек? Где носочек, Амина? Так вот. Зале свет выключим. Тимка играет в своей комнате. Давай, Амина, мама включит. Ну, здесь, конечно. Та-дам! Порядок. Прям красота, да? Амина, иди складывай игрушки, давай. Иди, наводи порядок. Вот она здесь в коридоре лазит. Обувь все меряет. Рюкзаки. Вот она. Тут и сюда. То один оденет, то второй. Интересно, да? Это интересно. Вот такой получился у меня обеда, ужин. Ну, это уже ужин, да? Вот. У меня оставалось немного вот этой стеклянной лапши от фунчозы. Вот я ее запарила. А своим отварила обычную лапшу. И так, квашеная капуточка. Всем, кто кушает, приятного аппетита! Ну что, дорогие друзья, включаюсь я уже довольно поздно. Деток уложили спать. Все поубирала на кухне. Все чистенько, красивенько, как и положено, как я люблю оставлять кухню, да? В чистоте, порядке, чтобы завтра проснуться. В воскресенье с прекрасным настроением прийти и готовить завтрак. А не убирать там посуду или еще что-то, чистить плиту и так далее. Вот. Что-то я разговариваю через нос. Не знаю, мне кажется, что у меня забился нос. Нужно выпить еще аспирин. Я вчера уже его выпила. Мне полегчало, как бы горло. У меня как-то как будто першить горло начало. Вот вчера я выпила аспирин. У меня и полегче. Ну, как будто сейчас нос у меня забитый. Надеюсь, я не разболеюсь и вы не болеете. Сейчас нужно очень беречь себя, потому что такое время очень обманчивая погода на улице. Кажется, что солнышко, тепло. Но, увы, это совсем не так. Бывает, выйдешь, вроде ничего-ничего, и как начнется холодный такой пронизывающий ветер. Вот. Что вот заболеваем. Короче, весна это такое время, да? Вот конец зимы, весна, поэтому тоже надо быть осторожней. Вот. Буду монтировать влог. Посмотрю, что у меня там получилось наснимать на новую камеру. Сегодня вот тестировала ее. Пока что мне все нравится. Она классно снимает. Ей все удобно. Но нужно привыкать. Все равно к любой технике нужно привыкать. Учиться там всякие режимы и так далее, чтобы как она двигается. Вот это все. Вот эти моменты, короче, нужно изучать. Но я смотрю еще обучающее видео как раз по этой камере. Поэтому мне еще много предстоит работы. Но она классная. Ничего не скажу. Она классная. И да, кстати, я вам говорила, что продала свои камеры. Но у меня осталась только Сонька. И вот мне вчера написали по поводу Соньки моей. Скорее всего, что на следующей неделе придут и ее купят. Вот, чему я очень рада. Тюна лежит. Я ей не пользуюсь. Время идет. Она уже довольно неактуальная. С старенького поколения. Поэтому сама Сонька, она все хорошо снимает. Звук пишет отлично. Все отлично. Но мне что всегда смущало, что я не могу видеть, что я снимаю. Как я выгляжу. Как в кадре. Что в кадре попадает, не попадает. Ну, там был отдельный экранчик. Но это неудобно. Это нужно включать, подключать. Неудобно. Вот, мне надо, чтобы я могла видеть то, что я снимаю. Что попадает в кадр. И вот не изначально вот этот момент смущал. А по качеству видеозаписи, а аудио. Все просто безупречно, конечно. Сонька снимает тоже. Вау, супер. Но все равно время идет вперед. Техника обновляется. И да, вот такие, в общем, дела. Достала карту памяти. Посмотрю, что бы, да, наснимала. Буду монтировать этот влог. На этом буду с вами прощаться. Спасибо, что вы были с нами. Оставайтесь с нами. Обязательно подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч, новых видео. Всем пока-пока.